сегодня наше занятие посвящено обратным связям пусть усилитель с коэффициентом усиления к охвачен обратной связью коэффициент передачи обратной связи бета заметим что по способу соединения усилителя и цепи обратной связи можно соединить цепь усилителя и цепь обратной связи по току и по напряжению то есть параллельно и последовательно то есть если мы соединяем цепь усилителя и цепь обратной связи по напряжению мы используем резисторный делитель или некоторые другую пассивную цепь и с коэффициентом неким коэффициентом берем часть напряжения с выхода и подаем его на вход второй способ соединения усилителя с цепи обратной связи по току последовательный способ для этого мы пользуюсь дополнительным резистором забираем часть тока с выхода и подаем его некоторым способом на вход аналогично вход усилителя с цепи обратной связи можно соединить двояко последовательно а Продолжение следует... Напряжение с выхода цепи обратной связи подключается последовательно с цепью источника, а также параллельно. Продолжение следует... Такие как входное и выходное сопротивление, его коэффициент усиления, а также стабильность усиления, влияние обратной связи на коэффициент усиления. Выходное напряжение усилителя через коэффициент усиления выражается как колонна у входное. После цепи обратной связи мы имеем у обратной связи, который будет равно бета, коэффициент обратной связи, умноженный на у выходное. Так, имеем изначально, что КО, коэффициент усиления по напряжению, равен у выходное, деленное на у входное. Бета напряжение после цепи обратной связи, деленное на у входное. Тогда входное напряжение равно сумме... Входное со штрихом плюс обратной связи... Выходное напряжение равно коэффициент усиления у КО на входное. Соответственно, равно КО на у штрих входное плюс бета у выходное. Где значение напряжения с штрихом? Это напряжение на периферии нового устройства, то есть усилителя охваченного уже обратной связи. Таким образом, новый коэффициент усиления равен у выходное со штрихом на у входное со штрихом. Выходное напряжение сохраняется. Ну и выражаем из последней записи КО штрих. Выражение 1-ВТКУ носит название возвратного коэффициента. Если модуль коэффициента усиления усилителя охваченного обратной связи становится меньшим, уменьшается по сравнению с прежним коэффициентом усиления, то говорят, что обратная связь отрицательна. Если же коэффициент усиления по модулю увеличивается, то говорят о положительной обратной связи. В зависимости от величины ВТКУ можно говорить о глубине обратной связи. Если ВТКУ много больше единицы, говорят, что усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью. И в этих случаях коэффициент усиления, новый коэффициент усиления, зависит только от цепи обратной связи. Подобные соотношения широко применяют в цепях с операционными усилителями. В зависимости от того, какое мы вычисляем сопротивление входной или выходной импеданс, мы собираемся двумя соотношениями. Выходной импеданс с условием с введением обратной связи будет равеном ближнему выходному импедансу, умноженным на на отношение обратных возвратных коэффициентов для короткого замыкания и холостого хода. Подобные соотношения называются формулой Блэкмана для выходного сопротивления. Аналогично вводится соотношение для входного сопротивления. Заметим, что если обратная связь введена по току, то есть в ней отсутствует возвратный коэффициент для холостого хода, то выходное сопротивление увеличивается. Если же обратная связь введена по напряжению, то отсутствует возвратный коэффициент для короткого замыкания. Соответственно, выходной импеданс уменьшается. Аналогично выглядят соотношения для входного импеданса. Стабильность усилителя. Стабильность усилителя оценивается с помощью выражения КДК на К. Аналогично для усилителя охваченного обратной связи выражение записывается как ДК со связью, зеленый на К со связью. Таким образом, до К связи равен. Ну и после некоторых преобразований получаем прежнее соотношение, деленное на квадратный коэффициент. Таким образом, если усилитель охвачен отрицательной обратной связью, то стабильность усилителя повышается, если положительная, то стабильность уменьшается. Аналогично можно вывести, что положительная обратная связь усиливает помехи усилителя, отрицательная обратная связь ослабляет влияние отрицательной обратной связи на амплитудно-частотную характеристику. Изобразим АЧХ некоторого усилителя в двойном логарифмическом масштабе. По горизонтали откладываем логарифмы десяточные от частоты. По вертикали 20 десяточных логарифмов от коэффициента усиления. Пусть исходный усилитель обладал полосой пропускания от F нижней до F верхней. Тогда заметим, что если коэффициент обратной связи частотно-независимый, то при сохранении области низких частот и области высоких частот, мы имеем только снижение коэффициента усиления. Таким образом, если мы на уровне минус три децибела возьмем значение частот F нижняя новая со штрихом и F верхняя новая со штрихом, заметим, что частотная полоса усилителя расширяется. Для усилителей охваченной глубокой обратной связью можно вывести достаточно простые и полезные соотношения. То есть это усилитель, обладающий некоторым высоким коэффициентом усиления на низких частотах. По горизонтали откладываем десятичный логарифм от отношения частоты к частоте единичного усиления. Новый коэффициент усиления будет равен единице на β. Соответственно, в алгоритмическом масштабе будет минус 20 алгоритмов от β. Отметим новую частоту, верхнюю частоту усилителя, обыхваченную обратной связью, на уровне 30 бела от коэффициента усиления. Заметим, что из подобия треугольников нужно вывести соотношение. Спасибо. 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 Продолжение следует... Получим, что верхняя частота для усилителя охваченного обратной связи выражается как произведение. Частоты единичного усиления, взятые в логарифмическом масштабе, умноженные на отношение коэффициента обратной связи к прежнему коэффициенту усиления, взятых в децибелах, плюс 1. Ну и несколько схем практического применения обратной связи. В данной схеме цепь эмиттера включена дополнительное сопротивление РЕ. То есть часть тока с выхода усилителя мы подаем последовательно на вход. Цепь представляет себе последовательную обратную связь по току. В некотором виде эта схема применяется в стабилизированных усилителях. И если по переменному току она является некоторой вредной, мы шунтируем резистор РЕ конденсатором с большой емкостью, то по постоянному току с помощью этой схемы мы уходим от влияния начального тока от внутренних параметров транзистора. Следующая схема. Весьма часто применяется при согласовании входных и выходных сопротивлений усилителя. Схема является параллельной обратной связи по напряжению. То есть часть напряжения берем с выхода усилителя и подаем параллельно с источником напряжения входного. Очень популярная схема эмиттерные повторители. Схема, обладающая маленьким выходным сопротивлением, большим входным сопротивлением. Коэффициент усиления по напряжению равен единице. Коэффициент обладает высоким коэффициентом усиления по току. То есть она является и усилителем мощности. Часто используют как согласующее звено между усилителем и низкой косной нагрузкой. Заметим, что в этой схеме применяется последовательная обратная связь по напряжению через резистор РЭК. И последний пример. Поскольку в однокаскадном усилителе нельзя привести пример обратной связи, параллельной обратной связи по току, то будет приведен пример указка одного усилителя. То есть выходной напряжение, выходной ток берется с выхода второго тока. Усилителя и подается параллельно источнику питания на вход первой цепи.